Привет, друзья мои! Сегодня такая хорошая погода, солнечная, и поэтому я вот решила немножко на воздухе снять вам видео такое небольшое. Сегодня у нас будет очень легкий и интересный урок, непривычный, к такому мы не привыкли. Обычно мы считаем, пишем, чертим, шьем и так далее. А сегодня вот видите, как я разложила перед собой фрукты, песочные часы и, наверное, уже кто-то догадался, что сегодня мы будем говорить о типах женской фигуры. Ну, во-первых, я рада вас видеть у нас на канале, подписывайтесь на наше видео, заходите к нам, ставьте лайки, смотрите, меня это будет стимулировать все больше и больше снимать для вас уроков. У нас карантин также, как и во всем мире, поэтому мы немножечко решили отвлечься от плохих мыслей. Тема урока, ребята, типы женской фигуры. Но что сказать вам? Конечно, существует очень много типов женской фигуры. Их много, они разнообразные, все мы красивые, какие бы мы ни были. Худые, полные, стройные, высокие, невысокого роста, с круглыми формами или, наоборот, более, значит, плоские фигуры. Но в основном, конечно, считается идеалом, всегда считалось эта фигура песочные часы. Она у нас лидирует, она у нас лидирует. Поэтому идеал фигуры песочные часы всегда в мире как бы оценивалась всеми ценителями красоты, всеми эстетами. И что я могу сказать? Конечно, на такую фигуру можно подобрать любую одежду, и все будет хорошо смотреться. На такую фигуру женщина может одеть и приталенную вещь, и клещеную, и прямую, и футляр. Но есть одна особенность в этой фигуре, что всегда нужно будет делать вытачки и приталивать области талии, в самом узком месте фигуры, приталивать одежду. Я могу сказать, что не очень-то просто и сажать одежду на такую фигуру. Что бы я готова и не купила на себя, мне всегда приходится ее дополнительно приталить по спинке, по бедрам. И если такая фигура оденет длинное платье, будет хорошо. Если такая женщина с такой фигурой оденет коротенькое платье, тоже будет хорошо. Тут и клеш, и карандаш, и дюймпан, и любые виды юбок, и любые виды брюк подойдут. Ну, как я вам и сказала, эта фигура у нас лидер. Конечно, очень сложно поддерживать такую фигуру в форме. Конечно, это стоит большого труда, и иногда и генетически это не у всех получается, могу сказать вам, потому что, ну, из опыта работы моего большого, и я столько всяких же фигур разных видела, и столько женщин надела с разной фигурой. Поэтому это, конечно, очень сложно так себя поддерживать. Если генетика, если вам, родословно, дала возможность, наградила вас такой возможность иметь вот такую фигуру, как песочные часы, ну, то, конечно, я могу поздравить обладателей с такой фигурой. Вам очень повезло. Едем дальше. Ну, и, конечно, на такую фигуру, как я уже говорила, подходит любая одежда. Давайте проэкспериментируем. Проэкспериментируем. Например, вот мы оденем, обтянем эту фигуру. Ну, так вот поиграем с вами. Будет хорошо, да? Если мы, например, приталим вот таким образом, тоже будет хорошо. Если мы сделаем короткие варианты одежды, представляем образно все, да? Мы же в детстве играли с вами в куклы, но вот сейчас возможность тоже поиграть. Укоротим, обтянем. Тоже будет хорошо. Сделаем клеш. Тоже будет хорошо. Ну, тут как бы любые варианты, и можно себя всегда украсить в любую одежду. Это у нас лидер. Это эталон. Хорошо, эталон. А что же делать всем остальным? Всем остальным тоже надо быть эталоном. Потому что чем нас Бог наградил, все для нас, это как говорится, слава Богу. Поедем дальше. Есть у меня вот тут вот такой образец для вас сегодня. Красивый спелый перчик болгарский. Не удивляйтесь. Тоже похож на фигуру. Есть у нас женщины высокого роста. Высокого роста. С длинным торсом. С высоким торсом. С высокой талией. Ну, и тогда, значит, что нам лучше сделать, чтобы эту фигуру красить, и чтобы она выглядела всегда красиво. Естественно, если женщина высокая, ей будет хорошо. Очень подойдет одежда до колена. Или одежда средней длины, европейской длины, когда колено прикрыто. Это очень идет. А если высокая женщина, и еще она оденет в пол одежду, естественно, это будет удлинять ее фигуру. Если женщина высокая, и нет у нее ярко выраженной талии, как вот на моей умолочке на этом, нету талии ярко выраженной, то тогда, конечно, лучше носить не приталенные сигуреты, а просто свободно облегающие. Например, вот так. Вот если мы песочные часы могли обтянуть и приталить, то здесь лучше носить свободненько. Ну, вот таким образом. Включаем образное мышление. Вот таким образом. Не надо сильно обтягивать. Если у нас нет до фигуры ярко выраженной талии, то еще хорошо будет у нас, если верх будет свободный, немножко свободный, и также свободный низ, и мы подтвояшим нашу талию вот таким образом. И мы визуально тогда обозначим, что талия у нас все-таки присутствует. Посвободнее вверх, посвободнее низ, и вот так вот под поясок. И тогда мы обозначим вместо талии образную линию, где должна находиться талия, и тоже будет хорошо. Но, в принципе, высоким женщинам, конечно, идут брюки. Это беспроигрышный вариант, когда женщина высокая, длинные ноги, брюки. Это вот то, что доктор написал, скажем так. Что еще? Высоким женщинам идут летучая мышь фасон, если мы имеем в виду о верхе. Если мы возьмем вверх летучая мышь и прямые строгие брюки, тоже будет хорошо. Так как высокий рост, ну, он прямо вот просит такую одежду. Высоким женщинам хорошо пончо, полупончо. И так далее. Высоким женщинам хорошо юбка-карандаш. И если юбку-карандаш сделаем прямую, а блузку посвободнее, и эта блузка будет сниз спадать над юбкой, тоже будет талия подчеркнута. Ну, в общем, высоким женщинам так же повезло, в принципе, так же, как и вот женщинам, у которых фигура песочные часы. Есть у нас еще грушообразные фигуры. Говорят мастера, в основном говорят так, фигура, как груша. Ну и что теперь делать? Себя не любить? Нет, конечно, любить, обожать. Вообще себя надо любить в любом возрасте, в любом весе, в любом размере и с любой фигурой. Фигура груша вот такая. На такую фигуру не нужно делать очень широкий низ. Если фигура груша низ шире, а вверх уже, то тогда лучше делать сдержанный низ. Хоть это платье, лучше его сделать прямым, не зауженным, прямым. Хоть это будет юбка, тоже прямая. Брюки прямые и очень хорошо еще на фигуру груши брюки труба, которые от бедра идут не заужены к низу, не широкие к низу, а прямо от бедра будут идти той же ширины, что и ширина бедра. Вот если, значит, у нас женщина хочет с такой фигурой одеть платье короткой длины, то обычно это не рекомендуется. Лучше длина, чтобы была до середины икры. Это будет очень разумно и будет смотреться очень хорошо. И если женщина с такой фигурой хочет сделать верх маленький, а низ широкий, это тоже будет нехорошо, так как в таком случае у нас низ увеличится еще больше. Ну вот фигура груша. Шикарная фигура и очень удобно одевать, и просто надо подобрать правильную одежду. Ну у нас же есть еще фигура груши и невысокого роста. Что делать им? На такую фигуру длина 3 четверти не рекомендована вообще. Тогда лучше длину, ну или 7 восьмых, или полную длину до щикаретки. И тоже будет хорошо. И такую фигуру тоже мы сможем одеть. Сразу, когда вы видите фигуру клиента, если вы в дальнейшем будете работать с клиентом, или вы знаете уже свою фигуру, вы можете уже для себя ориентироваться. Если рост невысокий, и если все-таки низ шире, чем вверх, что делаем тогда? Естественно, логично, чтобы был баланс в размере, чтобы был баланс в фигуре, чтобы не создавать дисбаланс в пропорциях, надо обязательно в таком случае, как и на высокую женщину с фигурой груши, так и на маленького роста женщину с фигурой груши, надо тоже сделать такие же пропорции. Низ оставляем маленький, а верх можем позволить себе увеличить. Но не до такой степени увеличить, чтобы приземляла невысокую женщину с такой фигурой. Но у нас еще бывает и фигура яблок. В основном такая фигура уже у женщин 60 плюс возраста. Если это старше 60, естественно, женщины рожают, естественно, женщины нарушаются, гормональный фрон, женщины поправляются, и у них растет животик. Что делать тем женщинам? А тем женщинам очень хорошо. Свободный силуэт, и чтоб снизу, до линии бедра он шел свободный, а по линии бедра он был немножко собран. На резинку, на кулиску, на завязку и так далее. Что, как правильнее сказать, с напуском на бедра. И если такая женщина с фигурой яблочко оденет, к слову, узкий низ, ну, леггинсы, лосины, там, капри, брючки узкие, и сверху оденет блузон, который будет до бедра свободный, а по бедру будет собираться, тоже будет хорошо, будет красиво. На такую фигуру еще можно просто свободное платье. На такую фигуру хорошо рукавчик, летучая мышь. На такую фигуру очень хорошо рукав, цельнокроенный рукав, с припущенной проймочкой. Тоже будет хорошо. И, кстати, на фигуру яблока очень хорошая длина ниже колена или длина 3 четверти. Это еще зависит и от роста. Еще, конечно, все индивидуально, индивидуально надо рассматривать. Ну, вот у нас была высокая такая женщина, с неярко выраженными формами, просто как бы с невыраженной талией, высокая, есть еще и невысокая, мадам, тоже с невыраженными формами, но пониже ростом. Вот у меня два таких вот экземпляра. Тут два. Две груши маленькие, высокие, среднего роста. И также два перчика. Ну и что теперь? Ничего страшного, надо просто подобрать свой стиль, то, что тебе идет, и то, что будет тебя украшать. А что, разве плохо, когда перчик присутствует? Что-то на меня солнце влияет, мне кажется. Что мы будем делать с женщиной с такой фигурой и с невысоким ростом? Женщиной с такой фигурой и невысокого роста подойдут у нас. Юбка-брюки. Очень хорошо, которые будут на талии сидеть плотно, а от линии бедра будут пришенные и свободные книзу. Они могут быть просто до безобразия свободные книзу, они могут максимум раскрешены быть книзу, тоже будет хорошо. Для такой фигуры хорошо умеренный верх, не широкий и низкий, умеренный верх, но не приталенный, естественно. И юбка-брюки будет сидеть идеально. Для такой фигуры очень хороши юбки ГАДЕ. Для такой фигуры будут хорошо не только юбки ГАДЕ, а юбки, которые спереди будут покороче, а сзади по длине. Сейчас тенденция уже несколько лет такая, что можно играть длиной юбки. Для такой фигуры любая асимметрия просто вот то, что доктор прописал. Ну, что хочу вам сказать, девочки. Сегодня я хотела, чтобы наш урок был не такой традиционный, как обычно, немножечко отвлечь вас от формул, от расчетов и так далее. Сегодня я хотела, чтобы мы просто познакомились с типами женской фигуры. Ну и, конечно, мы не будем все время ставить лидерам песочные часы. Столько женщин с различными формами, что куда тут пробиться по песочным часам. Потому что мы все умницы и красавицы. Давайте будем любить себя такими, какими мы есть, наряжать себя, баловать себя. Пока карантин, научимся шить, кроить. Я вас всех приглашаю на наш канал в YouTube. Подписывайтесь, приглашайте друзей, делитесь нашим видео, ставьте лайки. Ну и всегда ваше видео.